Добро пожаловать в Казахстан! Где мы каждый четверг, 19-20, начинаем большое политическое ток-шоу, политические дебаты с представителями различных политических сил и кандидатами в депутаты на выборах 2012 года. Наша задача дать политическое пространство, свободный микрофон всем тем, кто хочет высказаться, дать равные права. И нам, с вами, зрители, остается только слушать, смотреть и делать правильный выбор. Я хотела бы для начала третьего нашего блока задать такой вопрос. К сожалению, опять же повторюсь, что из большого перечня кандидатов в депутаты по 133 округу, который мы сегодня тщательно рассматриваем, и отдельно депутатов 134 округа Малиновского, многие депутаты не смогли прийти, не захотели прийти по следующим причинам. Они не хотят встречаться с кандидатами в депутаты, особенно сильными, они не хотят слышать прямых вопросов, они хотят заготовленные слышать ответы и подготовить себе ответы. Поэтому я хочу сегодня приветствовать всех тех, которые сегодня у нас на телевизионном эфире. Итак, округ 134-й представляет Ольга Русева, Евгений Хайкин, и округ 133-й представляет Ростислав Борда, Алексей Гончаренко и Александр Остапенко. И вопрос вот следующий такой для начала. Вот есть статистика уже, что 68 миллионов долларов потратила партия «Украина вперед» на рекламную кампанию. Скажите, пожалуйста, сколько вы потратили денег на свою рекламную кампанию? Можете поделиться соображениями? Да? Можно, да? Да. Ноль. Я издала газету, которая... Она стоит 16 тысяч гривен, 2 тысячи экземпляров, их задекларировала. Очень удобно общаться со своим избирателем, где выложена вся твоя программа, твоя биография не в том ракурсе, как она выложена на ЦВК, а немножко... И интервью, которое у тебя взяли, ты откровенно говорил на те наболевшие воплощи. Ростислав? Порядка 20 тысяч гривен. Большое спасибо ЦК, Компартии, что помогли в этом отношении. Вот. И большое спасибо нашим коммунистам, что поддерживают и помогают мне в моей избирательной кампании. Напечатаны листовки, мой депутатский отчет, моя программа, также напечатаны плакаты, которые наши сторонники, мои сторонники вешают у себя на балконах, и наружная реклама. Ну, собственно, все. По деньгам? По деньгам я не могу сейчас вам назвать точную цифру, надо посмотреть. У меня все идет официально через избирательный фонд, и если это интересно, мы все цифры обнародуем, которые есть. Пожалуйста. Вы знаете, я тоже не могу назвать цифру, но тоже все делаю абсолютно легально. Легально могу сказать, что сделал. Издаю, собственно, пишу статьи, да, издаю газету, и выпустил уже 3-4 выпуска, четвертый верстается. Изготовил флайера со своей биографией и с презентацией своей программы. Презентовал программу «Одесса. Морская столица. Первый национальный проект экономического развития Украины». И, собственно говоря, издал такие буклетики. Они у меня есть с того, говоря, в машине, и я могу моим коллегам подарить. А у нас телезритель, извините, ждет с прошлого блока. Весь рекламный блок висел на трубке, поэтому давайте уважительно послушаем вопрос телезрителя. Добрый вечер, в эфире мы слушаем вас. Я бы хотел задать вопрос Алексея Гончаренко. Одесские регионалы Труханов, Преснов, Кровец, Кивалов, Тресмов не сходят круглосуточно с экранов телевидения. Когда они будут работать для Одессы и Абихитов, или они вообще не работают. Спасибо. Спасибо. Мне опять вы хотите, чтобы я ответил за других. Я с экранов телевидения, нельзя сказать, что я не схожу с экранов телевидения. Более того, на большинстве одесских телеканалов запрещено меня показывать. На каких каналах запрещено вас показывать? Я думаю, пожалуйста, телеканалы АТВ, Арт, Плюс, ну очень много, ну награде и так далее. Почему? Потому что либо у них, у их хозяев есть договоренности с господином Марковым, естественно, для господина Маркова выгодно, что как можно меньше меня было на детском телевидении. Я думаю, по Плюсу и Арту та же самая ситуация, как и по тем каналам другим, которые я назвал. И поэтому я, кстати, благодарен вам за приглашение. И заметьте, нет ни одного телеканала в городе, который бы меня пригласил в свой прямой эфир, ну, заблаговременно, чтобы я об этом знал. И я отказался от этого эфира и от общения с людьми. За других я говорить не буду и комментировать мне очень сложно. В то же время, безусловно, мне кажется, что те люди, которые считают, что только своим нахождением в телевизоре, простите за такую формулировку, они могут выиграть выборы. Это неправда. Зато освободившееся и свободное время избирательной кампании я провожу не просто во дворах, а в парадных. Таирово, Черемушек, Киевского района. Общаясь с людьми, отвечая на их вопросы. И вы знаете, здесь жаркая дискуссия достаточно. Но после квартир одесских, одесситов, это ничего. Потому что в одесских квартирах люди задают все те вопросы, которые им наболели, и очень остро их ставят, потому что я к ним прихожу. Но мы находим с ними общий язык, и поэтому для меня после общения в квартирах любой телевизионный эфир — это такой отдых. Я в этом плане соглашусь, Алексей Алексеевич, в том плане, что наш телевизионный эфир — не просто сидение в телевизоре, как вы понимаете. То есть есть телевизионные эфиры, где просто монолог происходит. Человек просто вещает что-нибудь полчаса, и потом еще полчаса, и потом еще 20 минут, потому что это его телевидение. Общественное независимое телевидение темой отличается. Оно так и называется — общественное и независимое. Что мы ни от кого независимы представляем площадку всем. И только здесь есть дебаты. А дебаты прямые, и ваши звонки настоящие, они сфабрикованы, вы сами это понимаете. Поэтому здесь есть возможность посмотреть действительно, кто есть кто. И поэтому, пожалуйста, задавайте четкие, внятные вопросы, и мы будем сегодня исследовать наших кандидатов-депутатов, которые отличаются своей смелостью, потому что остальные не проявили смелость в прихождении на эфир. Итак, я хочу передать слово Александру Анатольевичу Остапенко, кандидату в депутаты по округу 133. Итак, ваши пять минут. Первое. Почему нам надо всем одесситам заниматься политикой? По двум простым причинам. Мы собираемся в Одессе прожить всю свою жизнь, и в этой стране, в стране Украины, всю свою жизнь. И я хочу обратить внимание всех граждан нашего города и Украины, что никто, кроме нас самих, не сделает нас счастливыми. Не бывает доброго депутата, который придет и осчастливит всех. Уверен, что у нас в стране и в нашем городе должно наступить время честных политиков и честной политики. С чем иду? Моя программа, как мажоритарного кандидата, слагается с пяти блоков. Первое. То, что касается макроэкономического развития, это мной 5 сентября презентован первый национальный проект экономического развития на конференции «Одесса. Морская столица». И этот первый проект национальный называется «Государственная программа возрождения морского флота». В ней предусмотрено возрождение моретранспортной отрасли, возрождение судостроения и судоремонта не только у нас в области, но и в других приморских регионах, развитие портовой инфраструктуры, развитие рыбопромышленной отрасли и самое главное – развитие таких городов, как Одесса морских и морского региона, таким, каким является Одесская область, потому что у нас в Одесской области очень много городов, порты которых являются градообразующими предприятиями. Эта программа способна, это реальная программа, она получила достаточно высокую оценку экономистов и специалистов даже из других государств. И эта программа рассчитана на 10 лет и способна у нас только в Одесском регионе создать до 10 тысяч рабочих мест, а по всей Украине до 70 тысяч рабочих мест. И это рабочие места не только моряков, которые смогут ходить под украинским флагом, это рабочие места судоремонтникам и судостроителям, портовикам, металлургам, машиностроителям, электронщикам и многим другим специальностям, которые принимают участие и будут принимать участие в осуществлении этой программы. Эта программа имеет подготовительный этап, рассчитана на три этапа, и в ней есть целый пакет первых законодательных инициатив. Это прежде касается всего преференции украинскому флагу, это касается законопроекта о вакуационировании черноморского морского пароходства, это касается прежде всего о предоставлении специальных льготных режимов для возрождения судостроения и судоремонта, и привлечения сюда под украинский флаг других судовладельцев. Второй блок моей программы, это то, что касается прежде всего наполнением реальной материальной основы и реальными механизмами организационно-правовыми, прежде всего, людям, которые должны принимать участие в местном самоуправлении и в государственном управлении. Надо как можно больше дать таких механизмов людям, чтобы они могли любого человека, который обещал, не выполнил, который любого чиновника, депутата, в любой момент извлечь из его теплого кабинета и заставить выполнять или отозвать в другое место, если он не реализует интересы людей. Но и подготовлены специальные проекты решений в законном местном самоуправлении о статусе депутатов, народных и местных советов, о всеукраинском местном референдуме, об законе, к слову говоря, в программе объединенной оппозиции о вимпичменте президента. Третий блок, это то, что касается развития, прежде всего, региональных экономических инициатив. Сегодня, благодаря налоговому кодексу, практически убил малый и средний бизнес. Я считаю, что надо специальные налоговые преференции для любого предпринимателя, который создал хотя бы одно рабочее место, который открыл предприятие, которое способно выпускать нашу украинскую продукцию, которое основывается на каких-то более высоких технологиях, чем просто купить и продать. Четвертый блок программы, это очень болестный для одесситов. К сожалению, мы, Одесса, город, который знаменит всему миру, как культурная столица, как город, где всегда набирались нашего одесского энтузиазма и предприимчивости, и сегодня превращаемся в город, который потребляет другие культурные продукты. Я вижу, что наша сила в нашем культурном многообразии, поэтому считаю необходимым разработку государственной программы возрождения и поддержки культурного многообразия Одесского региона и города Одессы. Считаю, что необходимо поддерживать писателей, поэтов, художников, которые издают свои книги и организуют выставки. И последнее, то, что касается изменений в закон про высшее образование, про закон о научно-технической деятельности, то, что касается развития, прежде всего, образования и здравоохранения. Считаю, что обязательно нужно принять закон о первом рабочем месте для тех студентов, которые учатся за бюджетные деньги в высших учебных заведениях. Это обязательно надо сделать, потому что сегодня странная ситуация. Мы готовим очень много специальностей, которые не востребованы на рынке, и люди, к сожалению, получаются такой замкнутый круг, просто не могут устроиться, не могут работать. Пять блоков я озвучил. Секундомер у нас уже остановился на пяти минутах. Давайте попытаемся теперь эти пять пунктов рассмотреть. Видите, есть программа, есть вопрос. Да, у нас есть вопрос, Ольга Николаевна. По блокам, значит, что касается морской столицы. Как вы планируете защитить интересы инвесторов? Потому что у нас происходит раз в четыре года, инвестицию могут отобрать. Я это знаю. В Украине, к сожалению, поскольку мы не являемся ни правовым, ни социальным государством, к сожалению, и демократическим, к слову говоря, сегодня у нас можно констатировать, что у нас нет частной собственности. Любая смена политических элит ведет к перераспределению собственности. И поэтому, безусловно, нужно специальные законодательные акты, которые бы раз и навсегда остановили всякие переделы. Но закон об инвестиции не защищает. К сожалению, что готовы инвестировать, но нет. Мы знаем ситуацию у нас в Одессе, когда с помощью тех же правоохранительных органов осуществлялись, по сути, рейдерские захваты, которые перераспределяли имущество, к слову говоря, и частное, и государственное, не имеет значения другим элитам, скажем так, региональным или центральным. А что вам известно о ситуации о яхт-клубе на Одесском морвокзале? Там же как раз и происходит вот это перераспределение. Кроме того, что я об этом слышал, я об этой ситуации очень четко не знаю. Я сейчас, я был сосредоточен определенным образом на поддержке, в том числе и предпринимателей рынка в Одессе, потому что там, ну, правда, установлено крепостное право, и странно, что об этом так мало знают. У нас есть телефонный звоночек, давайте вы подготовьте свой вопрос. У нас есть телефонный звоночек телезритель, тоже долгое ждет. Извините, пожалуйста, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста, свой вопрос. Алло? Говорите, пожалуйста, да, слушаем вас. Добрый вечер всем собравшимся в студии. Добрый. У меня в основном мои вопросы направлены к Алексею Алексеевичу Личеренко. Вот его обвиняют в том, что он якобы подкупает избирателя, что-то им предлагает в виде материальной помощи. А скажите мне, пожалуйста, а что, что плохого, даже если он не поможет кому-то из нуждающих людей? Что тут вот плохого? Спасибо большое, но мы, по-моему, еще не говорили. Он оказывает помощь. И просто ему за это честь их была. Я так считаю. Не очень многие считают. Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Спасибо вам большое за поддержку. Тут все очень просто. Для чего рассказывается вся эта история? Якобы Алексей Гончаренко платит людям по 50 гривен и так далее. Понятно же, что это бред. Никому я за голоса не плачу. А идея в следующем, она очень проста. Если вы не получили 50 гривен от Гончаренко, то зачем вам за него голосовать? Такую мысль пытаются донести до людей. Использователи, каналы, СМИ и прочее. Но я считаю, что моя главная задача, как народного депутата... Это провокационный звонок был. Почему? Нет? А что сказала женщина? Женщина сказала, что слава богу, что Алексей Гончаренко, я так его понял, помогает людям. Как мы это делаем? У меня работает общественная приемная, в которую люди, простите, валят толпами. Я вам не могу рассказать, сколько людей приходит. То есть не гречкой помогают, а решением вопросов? Конечно, решением тех проблем, которые перед ними стоят. Их масса. И мы помогаем людям. Я вам скажу, что за 4,5 года, когда я был депутатом Горсовета, я получил больше запросов избирателей и отработал их, чем все остальные 119 депутатов вместе взятые. В этом помощи я это делаю на протяжении лет. Поэтому, конечно, мне приятно, что есть люди, которые конкретно человеку я смог помочь в решении его проблем. Сегодня аншлаг Алексей Алексеевич у нас в эфире, поэтому большинство вопросов ему, ничего страшного, мы пытаемся демократию выдерживать. У нас вопросы сейчас Александру Анатольевичу. Пожалуйста, есть ли вопросы? Отдавайте. Можно по вопросу ответить? Александру Анатольевичу. У меня же один вопрос был еще второй. По поводу ЧМП, вы сказали, что вы собираетесь его восстанавливать? Не ЧМП, а морскую отрасль, морепромышленный комплекс весь. Не только одно пароходство. Я понял. То есть, как вы предполагаете это сделать без судов? Откуда они возьмутся? За 10 лет флот? Я вам отвечу на этот вопрос. Есть механизмы. Я вам подарю программу. После этого, когда мы выйдем... Да, есть целый ряд механизмов. Первое. Ну, безусловно, акционирование Черноморского морского пароходства. Там есть что акционировать. Мало того, на замороженных читах Черноморского морского пароходства находятся значительные средства. Это первый механизм привлечения инвестиций, частных в том числе, в развитие Черноморского морского пароходства. А давайте разберемся, с каких значительных средств находится, где это, за продажей для судов? Нет, за имущество, за замороженные из-за банкротства счета. Вот по разным оценкам на счетах Черноморского морского пароходства находится от 250 до 400 миллионов долларов. И это тоже деньги, которые можно... То есть за эти средства можно купить новые суда? Нет, не предлагается покупать новые суда. Предлагается следующая схема. Предлагается закупать суда на вторичном рынке, используя в том числе и средства государственного бюджета, поскольку государство должно обладать как минимум 51% акций в этом акционерном обществе. Второе. Постройка судов на наших судоверхах. Обеспечение законодательного государственного заказа на постройку судов. Понимаете, небольшие деньги, с учетом того, что мы за два года в офшорной зоне с Украины официальные данные вывезли 53 миллиарда долларов на, допустим, постройку 5 судов в год, надо всего 250 миллионов. Это несоизмеримые деньги даже по сравнению с проведением Европы. Я всегда, когда у нас происходят советы ректоров телевизионной, стою вопрос в этом в связи ДНА и Морской ректору. Мы готовим интеллект других стран. Мои родственники, моя дочь и мой зять ходят под греческим флагом. Меня это обижает. Мы здесь финансируем, это государственный вуз, мы финансируем из госбюджета. Вуз полностью. И наши моряки ходят по другим флагам. И они приносят пользу другой стране. Вот это донсенское. Мало того, отчисляют туда в бюджет средства. У меня по второму блоку был второй вопрос. За счет каких ресурсов выбор от отзывных депутатов. То есть вы сказали, что будет механизм отзыва. Ну, например, сейчас посмотрим. Мажоритарщик, который отработал в Горсовете два года, выбрался в Верховную Раду. Допустим, как Чикита. Он представлял округ Малиновский. Кто его заменит в Горсовете представлять интересы Малиновского района? Выборы. Как? За какие деньги мы организуем еще раз выборы? Я вам скажу, территориальная комиссия. Это постоянно действующий орган. Правда, Алексей Алексеевич? И любой мажоритарный комиссия. Знаете, разные вещи бывают. Бывает, на людей балконы падают. И территориальная комиссия обязана организовывать выборы. То есть нас сейчас ожидают выборы по Малиновскому району? Ну, допустим, если кто-то выберет из Верховного Рада. Нет, подождите, если вы помните закон о выборах депутатов в местных советах, так вот Малиновский район, это не общий мажоритарный округ. Есть частички Малиновского района. Ну, там, где он прошел как мажоритарщик, по этому участку он пройдет. Это не очень большие средства, но такие механизмы надо иметь, понимаете? Потому что у нас получаются странные вещи. Люди идут во власть, очень много обещают. И вообще не собираются ничего реализовывать. В этой связи вопрос. Я так вспомню, вы говорите о люстрации и отзывах депутатов. Но это же предлагала еще Юлия Тимошенко. Это есть в программе объединенной оппозиции. Первое, люстрация всех чиновников, которые замечены в коррупционных схемах. За пять лет этот механизм действия? За пять лет чего? Нахождение у власти Юлии Тимошенко. Юлия Тимошенко не находилась у власти пять лет. Я не защищаю Юлию Тимошенко, потому что не отношусь к этой политической силе. Я отношусь к фронту. Но Юлия Тимошенко, если мы посчитаем, сколько в период с 2004 года до 2010, сколько у власти было Юлия Тимошенко и сколько Виктора Януковича, кажется, что Янукович больше. Нет, но это очень замечательная идея, иллюстрация. Реально она бы, может быть, спасла ситуацию. Потому что в Грузии именно этот способ привел к власти новых режимов. Предлагается идея. Как же больше? Как вы считаете? С 2004 по 2010 Янукович был премьер-министром с августа 2006 по декабрь 2007. Давайте посчитаем вместе. Давайте сейчас посчитаем. Август 2006, декабрь 2007. Это 15 месяцев. Я вам просто сделаю распечатку. Да зачем распечатку? Давайте сейчас посчитаем. Не нужно делать распечатки. Дайте мне закончить. Август 2006, декабрь 2007. 15 месяцев Янукович. с декабря 7-го года Юлия Тимошенко до марта месяца 10-го года. Значит, считаем весь 8-й, весь 9-й и еще 26 месяцев. Это только вторая ее каденция. И первая, ну там было недолго, 6. И таким образом мы имеем 32 месяца против 15-ти. Как же вы посчитали больше? Неправда. Ну давайте вашу математику объяснить ее. Нет, просто давайте... Подождите, нет, мы объяснили секундочку. Вы сказали, с 4-го по 10-й был больше Янукович, чем Тимошенко. Это неправда. Я просто обратил внимание, в том числе и ваше, что утверждение о том, что Тимошенко всегда была у власти, есть неправда. Я не говорил этого. Нет, не всегда. Мы говорим о том, сколько нужно времени находиться у власти, чтобы эту хорошую, замечательную идею иллюстрации и уровня депутата... Нужна политическая воля. Вот. А была политическая воля? Юлия Тимошенко это же предлагала. Вы знаете, предлагал не только Юлия Тимошенко, в том числе и Виктор Янукович. Нужна политическая воля. Я поэтому и говорю, что нужно больше честных людей в политике, которые не только декларируют обещания, а будут их реально выполнять. Александр, я абсолютно с вами согласна. Только вот давайте к чему-то придем. То есть Юлия Тимошенко предлагала, Виктор Янукович предлагал. То есть основные политические силы предлагали. И что? Кто был против? Коммунисты? Почему не срослось? Почему не срослось? Кому не срослось? Кому не срослось? Кто виноват? То есть отозвать это отличная идея. То есть не выполнил? За ухо на место. Я предлагаю как мажоритарный кандидат механизмы, которые позволят отозвать. Как раз таких вот политиков, которые обещают и не выполняют. Но должен быть общий механизм. Как это внедрить? Правильно. Есть общий механизм. Надо изменить закон о всеукраинском местном референдуме, который позволит любого депутата, который наобещал и не выполнил, собрав инициативную группу, взять и отозвать. Сегодня мы год отзываем Алексея Алексеевича Костусева, пытаемся организовать референдум 11 октября очередной суд, когда городской голова просто не принимает решения по регистрации инициативных групп, хотя бы для того, чтобы узнать мнение народа о себе любимом. Но мы говорим сейчас о народных депутатах, мы же кандидаты в народные депутаты. А это прямые аналогии. Просто люди не имеют реальных механизмов, как повлиять от народного депутата до депутата местного совета. Как сделать так, чтобы человек, который наобещал, который шел с какой-то программой и отвечал за ее реализацию, не просто говорил, то есть не просто представлял обертку, но отвечал еще за содержание. Ну вот я, например, как личность, я реально очень сильно ратовала за внедрение иллюстрации и отзывы нардепов или депутатов местного совета, если не выполнил предвыборное обещание. Есть программа, когда я читаю, человек не выполнил за ухо и домой. Но была же возможность неоднократно. Да, была. Не было политической воли. Я не был при власти ни одного дня. У кого не было политической воли? Ни у первого, ни у второго, ни у третьего, к сожалению. Это правда. И поэтому сегодня, в том числе и объемная оппозиция, сделала серьезные выводы. А сейчас вы собираетесь решать эту проблему? Как вы сейчас собираетесь эти ошибки? Будет создано специальное антикоррупционное бюро, национальное антикоррупционное бюро, которое я вот, допустим, вижу, и это мое предложение, вплоть до того, что разрешите провокацию на коррупцию. Провокацию на коррупцию, когда специально подготовленные люди предлагают государственным чиновникам деньги. Если он берет, он, значит, склонен к коррупции, его надо убрать. То есть будет бизнес посредников 20-го колена? Нет, это будет специальная государственная служба, которая имеет право это делать. А сегодня это занимается СБУ? Это служба, которая и проверяет провокацию? Слово говоря, как раз это сегодня предлагается от СБУ вывести. Потому что реально никто не собирается бороться с коррупцией. У нас, знаете, вот, я вам скажу, у нас есть закон о коррупции. К слову сказать, предыдущий вариант закона, который почти проголосовали, был гораздо жестче. Но почему-то мы говорили о декларации о доходах, но никто не говорил о декларации о доходах, которые на год отнесены назад до их введения. А это очень интересная тема, потому что было бы тогда ясно, почему депутат, получая 17 тысяч гривен даже, имеет машину за 160 долларов. Или почему на его счетах оказалось миллионные достатки. Почему так получилось? Откуда он их берет? Это тогда бы люди, компетентные, могли очень компетентно задавать такие вопросы. Хорошо, у нас есть телефонный звоночек, давайте послушаем телезрителя. Вы задаете вопрос Александру Анатольевичу Остапенко. Добрый вечер, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Товарищ полковник, я хотел вам задать один вопрос. Почему-то ни один из кандидатов депутата не поднимает вопрос насчет припортного завода. Его уже несколько раз хотели продать. И вот рядом сидит кандидат депутата Анчаренко Алексей, молодой парень, я знаю, что он несколько раз его обстоял. Вот есть у вас нованы, потому что я как бывший химик, я когда-то был свидетелем, когда перевернулся несколько цистерн с аммиаком и 9 бойцов погибли. Поэтому, если у вас такое, когда вы с вами депутатом, что вы отстоите припортного завода, берите пример за этого молодого пацана. У меня, знаете, есть сомнения. Мне кажется, что личное участие многих в различных проблемах слегка гипертрофировано, но я не к этому. Безусловно, вы знаете, припортовый завод хотели несколько раз приватизировать. Могу привести простой пример. Его хотели приватизировать в 2008 году, и это пыталась сделать Юлия Тимошенко. К слову сказать, тогда партия регионов очень сильно возмутилась и не допустила такой приватизации. Хочу обратить ваше внимание, тогда припортовый завод стоил в несколько раз дороже, чем сейчас. Сейчас к этой теме вернулись опять. Но, это при том, что рентабельность припортового завода снижена и цена снижена приватизацией. Понимаете? То есть, да, действительно, возможно, такие стратегические объекты, контрольные пакеты акций надо сохранять в государстве. Потому что они есть объекты повышенной опасности и по многим другим причинам. Потому что государство должно быть и выступать эффективным регулятором. Возможно, поэтому надо эти предприятия, оставив контрольные пакеты акций за государством. Но я понимаю, что во многих отраслях, во многих подобных предприятиях нужно необходимо просто разгосударственное, то есть приватизация. Для того, чтобы пришел новый эффективный собственник, для того, чтобы предприятие привлечь инвестиции и многое другое. То есть, каждый объект раз. Я за честную приватизацию, а не такую, как часто осуществляется. А зачем, разгосударственное, приватизировать прибыльные предприятия, если это доход государственного бюджета? Если доходов не будет у госбюджета, задушат воспринимателя, но они не смогут ничего давать. Вы знаете, я вам задам вопрос. Зачем было приватизировать подвижной состав железной дороги? И это вопрос. Зачем было принимать закон, к слову сказать, наши народные депутаты от партии регионов принимали закон о морских портах, который позволяет приватизировать доходы и национализировать расходы. То есть, по сути, сделать с нашими морскими портами примерно то же, что сделано с Черноморским морским пароходством, с водостроительной компанией «Антарктика» и многими другими одесскими примерами. Так просто страну сейчас грабят, и мы все это должны понимать. Так у меня тогда вопрос. Вот смотрите, вы говорите, нужно приватизировать припортовый завод. Я не говорю, что нужно приватизировать. Я сказал, что надо сохранить контрольный пакет акций в государстве, если припортовый завод, с учетом той экономической ситуации, которая сегодня сложилась на заводе. А я знаю, что уровень рентабельности завода падает. Возможно, надо привлекать инвестиции частные. Но государственный пакет акций надо сохранить за государством. Хорошо. Но вот та же Маргарет Тэтчер, которая просто классический пример приватизации, которая внедрила эту практику вообще во всем мире, на сегодняшний день в Великобритании процент государственных предприятий больше, чем в Украине. Вот это меня удивляет. Вы знаете, во-первых, я не против Маргарет Тэтчера. Я вам хочу сказать, что, к сожалению, аналогии работают плохо в международных отношениях и вообще по сравнению одного государства с другим. Плохо работают. Почему? Потому что... Даже давайте мне аналогии. Сколько должно быть вообще? Должны ли быть государственные предприятия доходные? Я считаю, должны быть доходные. Какой отрасль? Мало того, допустим, стратегические предприятия, такие как железная дорога, такие как, допустим, Облэнерго, которые у нас все приватизированы, это предприятия, от которых зависит жизнь, судьба многих людей. Они должны быть под контролем государства, и государство должно быть способно их эффективно регулировать. То есть эти предприятия должны остаться... То есть энергоснабжающие. Не только энергоснабжающие. Я привел несколько примеров, какие, примерно, предприятия должны быть под контролем государства. Те, которые обеспечивают, прежде всего, национальную безопасность. Вопросы? Да, конечно. Хотелось бы услышать по поводу эффективных собственников. Например, на Центролит пришел эффективный собственник, или на Радиалку, или на другие заводы, которые в руинах сидят. Для чего нужна даже вот эта доля предприятий, которые, в принципе, прибыльные на сегодняшний день, для чего нужно разгосударствование? С какой целью? То есть привлечение инвесторов? Во всей мировой практике привлечение, ну, в смысле, приватизация, это, прежде всего, реальный план реконструкции предприятия с привлечением значительных инвестиций. Просто во всех других странах, в отличие от Украины, нет задачи ограбить предприятие, есть задача его развить. Мало того, все предприятия, которые приватизируются, имеют, ну, собственники, которые появляются в результате приватизации, имеют серьезные социальные гарантии. И они прописаны и гарантируются государством. У нас в Украине, к сожалению, так не происходит, понимаете? И я поэтому и задал вам вопрос, а какие же вы проекты решений подготовили к тому, чтобы вернуть предприятия в соответствии с вашей концепцией, так сказать, в государственную собственность, которая есть стратегически важной для нашей страны? Понимаете? Был ученый, мне очень интересно ваше мнение по поводу того, какая же доля должна быть приблизительно в процентном отношении в частной собственности, чтобы было эффективное народное хозяйство. Какая в частной собственности? Вы знаете, очень трудно описать долю вообще. Просто каждое конкретное предприятие имеет, ну, наверное, свою рациональную долю. Я вижу, что в стратегических предприятиях должно быть как минимум 50% контрольного пакета акций у государства. Тогда государство выступает, ну, самым эффективным регулятором в конкретной предприятии, в конкретной отрасли. Есть такие предприятия, которые еще, ну, единицы, которые остались еще для приоритетов? Я думаю, есть еще. Мне трудно пересчитать все, но думаю, что еще есть. Спасибо большое, мы благодарим вас. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Алексей, приглашаем вас к микрофону. И у нас как раз телефонный звоночек. Телефон Гончаренко. И вам сегодня больше всего звонков поступает. Давайте ответим на звонок телезрителя. Добрый вечер, мы в эфире, мы слушаем вас. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Телефонный звонок. Телефонный звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Все, телефонный звонок сорвался. Давайте послушаем. У вас есть пять минут, Алексей Алексеевич, ваши предвыборные дебаты. Наверное, хотелось бы закончить все-таки то, что мы начали говорить про припортовый завод. Моя точка зрения, он должен быть полностью государственным, потому что здесь вообще речь идет не о доходах и расходах. Это важная тема, доходы государственного бюджета. Но припортовый завод – это жизнь эдеситов. Вот не больше и не меньше. 120 тысяч тонн емкости аммиака в непосредственной близости от города. Не дай бог что-то случится, при определенной эрозе ветров облако аммиака накроет наш город, и жертвами этого станут тысячи людей. Я никого не хочу пугать, но мы должны четко понимать. И здесь вопрос не о доходах уже идет, а здесь идет вопрос о том, что это предприятие должно быть безопасным. И это самая главная задача, которая перед нами на сегодняшний день стоит. В каком же случае оно должно быть безопасным? А вот теперь вопрос про инвестора. Мы имеем много предприятий в Украине, приватизированных, химических предприятий. И что, мы можем увидеть на них систему безопасности, хотя бы близко сопоставимую с припортовым заводом? Нет. Самая лучшая система безопасности на государственном предприятии – Одесский припортовый завод. Таким образом, не теория, не лекция, а практика говорит нам о том, что на предприятиях, подобных Одесскому припортовому заводу, которые являются предприятиями огромной опасности, государство является более эффективным собственником с точки зрения безопасности. Теперь переходим, а для чего же идти в парламент? Для чего я иду в парламент? И почему моя работа как народного депутата, чем она поможет Одесситам? Первое. Вот мы начали говорить о припортовом заводе. Мне удалось в свое время остановить продажу припортового завода премьер-министром Тимошенко. Тогда я подавал даже в суд, будучи депутатом Горсовета, на правительство. Мы отталкивались от закона об экологическом аудите. Есть, слава Богу, такой закон, и он требует, чтобы любые действия с предприятиями, подобными Одесскому припортовому заводу, должны сопровождаться обязательным экологическим аудитом. На основании этого, и, кстати, я хочу опровергнуть Александра Анатольевича Остапенко, что сейчас к вопросу вернулись. Никто не вернулся к вопросу приватизации припортового завода. Он является государственным предприятием. Никакая процедура приватизации по нему не проводилась с момента начала 2010 года. Так вот, моя задача как народного депутата – внести такие изменения в закон об экологическом аудите, которые не позволят его обойти никогда. Следующее. Что, как народный депутат, Алексей Гончаренко принесет Одесситам, сможет сделать? Мы обязательно добьемся того, я, как народный депутат, уже подготовил соответствующий закон, чтобы была отменена практика так называемого двухставочного тарифа за тепло, когда мы платим летом за зиму. Нам говорят, это делается для того, чтобы облегчить нагрузку на человека. На самом деле это обман, потому что таким образом люди теряют право на субсидию из государственного бюджета. А второе. Люди, особенно первого, второго, третьего этажа, для которых тепло часто не доходит, из-за низкой температуры теплоносителя на входе, из-за зашлакованности труб и так далее, когда они вызывают зимой представителей ТГО, теплоснабжения города Одессы, им говорят, все хорошо, да, у вас действительно в квартире холодно, мы снимаем с вас, но только условно переменную часть, а рубль 67 на каждый квадратный метр, который вы платите и летом, и зимой, вы обязаны платить. Есть у вас тепло или нет у вас тепла. Таким образом мы должны платить только за то, что труба ТГО зашла в нашу квартиру. Не имеет значения, мы действительно нас кто-то обогрел или нас никто не обогревал. И это можно изменить через парламент, и я собираюсь это сделать. Я иду в парламент для того, чтобы наконец-то поменять систему в жилищно-коммунальном хозяйстве. Потому что мне, как депутату, больше всего обращения. Это подвалы, крыши, трубы и так далее, и так далее. Что можно сделать? Нам необходимы две вещи. Как говорил еще Владимир Ильич Ленин, классик нашей коммунистической партии. Учет и контроль. Мы сегодня в городе Одессе не имеем даже отдельных счетов по каждому дому. Значит, первое это учет и контроль. Кто должен осуществлять контроль? Какой-то мифический человек, чиновник, депутат? Нет. Самый главный контролер это мы, жильцы. Я сам живу в доме коммунальной собственности Жековском, которому более 50 лет. И я прекрасно знаю, как он обслуживается. И поэтому лучший контролер это люди. И мы знаем, чинит нам кто-то крышу или нет. Убирается наша парадная и придомовая территория или нет. И поэтому мы должны обязать Жеки ежемесячно по окончанию месяца подписывать у жильцов акт выполненных работ. И тогда мы будем платить действительно за оказанные услуги. Следующее. Дети войны. Наши пожилые люди, уважаемые наши сограждане. Сегодня их лишили льготы на оплату вывоза мусора. Мы об этом уже говорили, потому что это выгодно одному олигарху, господину Маркову, который рвется снова теперь уже в парламент. Сегодня они не могут в городе Одессе получить льготу на проезд в маршрутках. В то же время в Одесской области мы этот вопрос решили. Я курирую вопросы транспорта. И сегодня на пригородных маршрутах дети войны ездят бесплатно. Значит, это можно сделать. Значит, это нужно сделать и в городе. Они ссылаются на определенные нормы закона об автомобильном транспорте, которые я подготовил закон, который позволит эти нормы убрать. И тогда любая местная власть обязана будет предоставлять им соответствующие услуги. И наше время и стекло. 5 минут Алексея Гончаренко и стекли. У нас есть телефонный звонок зрителя. Давайте сразу же его и примем. Добрый вечер. В эфире мы слушаем вас. Добрый вечер. Пожалуйста, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вот услышала передачу про это вот и хочу обратиться с просьбой, ну, хотя бы Гончаренко или кому-то из депутатов. Потому что у нас был по Малиновскому району Чикита. Мы несколько раз с ним встречались. Он обещал нам. Дело в том, что у нас спилили деревья. У нас были аварийные деревья. Пеньки пооставались. Разрушили дорогу, по которой вот когда ставили, меняли столбы. Столбы поменяли, освещения нет. Пеньки остались. Идешь темно, ты не видишь, куда идешь и на каком пеньке ты спотыкнешься и поломаешь себе ногу. Вы живете в Малиновском районе? Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, адрес. Тогда, наверное, к вам это вопрос. Это Михайловская, угол Зиньковецкой. Спасибо большое за вопрос. У нас есть кандидаты в депутаты от Малиновского района. К сожалению, Геннадий Чикиты нет в эфире. У нас есть два представителя Малиновского района. Они записали этот адрес и можете прокомментировать. Я просто хочу сделать короткое замечание. Обратите внимание, насколько, знаете, извратили сознание наших людей по части того, что должен делать депутат. Депутат должен асфальтировать улицы, красить заборы, раздавать картошку с локом, вкручивать лампочки, устанавливать детские площадки и еще несколько вещей. Никто не говорит о том, как сделать так, чтобы система правда работала. А кто должен это делать, Александр? Это должны делать органы, которые для этого предназначены. Для этого есть Дорожная служба, Сантехники, ЖЭКИ, ГОСЖИЛЕНТРЕСТ. Под контролем депутатов местного совета. Городского совета. Городского совета должны все раздавать хлеб. Просто, понимаете, это является формой прямого и непрямого подкупа. Это указано в законе Украины. Я тоже, так же, как Алексей Алексеевич, хожу по дворам и начинается и заканчивается примерно с одного и того же. Поставьте детскую площадку или заасфальтируйте улицы. Тут полубогов. А можно объяснить почему? Потому что накоплением бюджета занимается рабочее население, то есть те, которые не до 18 и те, которые не находятся в пенсионном возрасте. К сожалению, работающих меньше, чем тех, кто находится на содержании. А голосовать ходят больше те, кто находится на содержании. Они привыкли потреблять и ждут полубогов, которые придут и раздадут хлеб. Как объяснить людям, что если сегодня он берет гречку или какую-то услугу, дорогу и все остальное, сейчас 5 лет он ничего не будет иметь от этого депутата? Как это объяснить? Больше того, он за эту гречку, за этот асфальт, за эти деревья вернет, если придет к власти. Он вернет это. Нет ни одного бизнесмена, который работает в минус. Я тратил время, а не гречку. Да, у нас есть вопросы. Алексей Гончаренко, пожалуйста. Алексей, на совещании в Доме профсоюзов с перевозчиками был как раз поднят вопрос о том, что на область 62 миллиона гривен было выделено на компенсацию льготного проезда, а на город не пошло ни копейки. Они говорят, вы спрашивали нас, за какой счет мы заправляем эти маршрутки, как мы чинимся, как мы вообще выживаем. Ваши комментарии по этому поводу, почему на область дали денег, а на город не дали? Там есть на самом деле методики, которые четко определяют расщепление. Там есть железнодорожный транспорт, есть коммунальный, городской электротранспорт, есть автобусы и маршрутки. Знаете, я постоянно слышу вот эти стенания, но я ни разу не видел, чтобы хоть один предприниматель, который действует на рынке перевозок маршрутных в городе Одессе, собрался и ушел с этого рынка. Потому что сказал, знаете, у меня не хватает, экономики нет, надо уходить. Ну, ни разу не видел, сколько лет я слышу эти разговоры, нам все время мало, все, малый тариф, малый, недостаточно дали, недостаточно дали, и только набирают, 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 набирают. И я не видел ни одного, который бы ушел с этого рынка. Мне кажется, это очень хороший показатель, который говорит о том, что там на самом деле происходит. Я понимаю, но есть вопрос один, поднимали вопрос о безопасности. Как вы думаете, есть ли есть недофинансирование отрасли перевозок? То есть отражается ли это на безопасности самих дорожных вот этих вот перевозок, то есть на работе маршруток? Для этого у нас есть государственная автомобильная инспекция, для этого у нас есть инспекция транспортная, которые должны эти вопросы рассматривать. Я с вами абсолютно согласен, речь не только о безопасности идет. В погоне за прибылью, посмотрите, сегодня иногда ты выходишь, я, например, считаю, что органы экологического контроля должны работать жестче. Иногда, как проедет эта маршрутка или автобус, у него идет такой выхлоп, который, ну, мне кажется, убивает все живое вокруг себя. То есть такой транспорт, безусловно, уже не предназначен для использования в миллионном городе и вообще для использования для перевозок людей. Но он, к сожалению, сегодня продолжает выходить на наши одесские дороги. И это тоже есть проблема. Я хочу просто сказать одну ремарку. Алексей Алексеевич, вы знаете, государственная собственность не спасает экологических катастроф, как, впрочем, и часто. Я хочу вам сказать, что репортовый завод построил известный предприниматель, и это не государство его построило. Вот, я вам хочу еще... Простите, но он его строил для государства и моментально передал государственную собственность. Да, но именно он его оснастил современными системами. Нет, это было 30 лет назад. Ну что, Александр Анатольевич, вы приедете на репортовый завод? Я знаю, я там был много. Я говорю о системе безопасности. Подождите, вы дадите мне договорить или нет? Ну, правда. Да. Второе. Я могу вам привести пример более жесткой государственной структуры. Я разбирался просто с авариями, допустим, в Новобогдановке, когда взрывались склады, да, и наносилось страшный экологический урон всему району. Так вот, просто не надо говорить о том, что государственная собственность страхует от археологических катастрофов. У нас есть в Украине много примеров, когда это не помогает. У нас есть телефонный звоночек. Давайте ответим телезрителям. Я без обвинения. Добрый вечер, в эфире мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я обратилась установка к депутату Гончетко, Алексей Алексеевич. По горячей линии его был задан вопрос. Для пополнения областного бюджета, возможно, нужно при установке водомеров сервисным центром водоканала Одесса-Газом при сумме до 1000 гривен за эту работу, не за счетчики, а только за работу как бы, никакой документ на оплату, на стоимость на руки людям не выдают. То же самое кабельное телевидение. То есть они пришли к себе в организацию на утро, и сколько ушло в кассу, и что обложено налогом, никто это не знает. Какое кабельное телевидение? А недавно сервисный центр водоканала ввел через налоговую инспекцию 20 гривен оплачивать обязательно в кассе банка любого, где вот с вас возьмут дополнительную сумму, где вы выстрите в очереди, и потом вы лишь вызовете второй раз монтёра, который придёт и оплодирует. 20 гривен налоговая, понимаешь, что нужно городу, а 900 гривен за газ, только за установку газового аппарата. Спасибо большое, вопрос. Даёт в руки, и никакого документа тебе не кассового власть. Вопрос понятен. Спасибо большое, Александр. Обязательно нужен учёт, вы абсолютно правы. И более того, вы сказали только об установке, а есть ещё огромная тема, которая называется поверка этих счётчиков. И вы знаете прекрасно, я так слышу, что вы разбираетесь, что когда мы вызываем представителей этих служб, они нам говорят, платите за поверку. Есть только льготная очередь, на которой льготники могут поверить эти счётчики бесплатно. Хотя это абсурд, потому что, знаете, это как на бензоколонке. Если ты хочешь бензоколонку, а продать мне бензин, значит, что работу автомата, который отсчитывает бензин, тоже должен я отдельно оплатить? Отдельно цену бензина, отдельно работу автомата? Это абсурд. Мы должны, и я подготовил соответствующий закон Украины, мы должны чётко прописать, потому что сегодня есть некая законодательная коллизия юридическая. В одном законе сказано, что это обязанность поставщика услуг, в другом сказано, что это не есть обязанность поставщика услуг. Это, безусловно, обязанность поставщика услуг. Люди за это платить не должны. Соответствующий закон я уже разработал И он будет в числе тех первых 10 законов Которые я как народный депутат Украины Внесу в первую же сессию Верховной Рады Украины Видите, наши телезрители все такие бытовые вопросы Больше интересуют и функцию народного депутата До сих пор мы так и не осознаем Это не Ольга Владимировна Это не бытовой вопрос Это вопрос системы, которая сегодня работает Что человек должен все время за что-то платить Нашему монополисту За саму воду заплати За поверку счетчика заплати Те, кто строил дома и прекрасно знает Чтобы подключиться к системе водоснабжения Какие деньги нужно было заплатить За вхождение в так называемую инженерно-транспортную инфраструктуру города И возникают вопросы Мы по 3-4 раза платим за одно и то же И это не бытовой вопрос Это вопрос системы, которую мы должны менять Очень легко говорить Что я стану народным депутатом И остановлю экономический кризис в мире Или сделаю Украину федерацией Или еще что-то в подобном духе Только простите, это все равно, что сказать Что я стану народным депутатом Украины И круглый год будет погода, как и в этот замечательный сентябрь Который уже закончился Вот и все А надо говорить о таких вопросах Как поверка счетчиков Работа ЖКХ Дети войны и транспорт Хорошо, вот смотрите Если можно, давайте я задам вопрос Как экономисты Дети войны, транспорт, счетчики Это все расходная часть бюджета Что предлагает партия региона в вашем лице Для создания доходной части бюджета Спасибо за ваш вопрос Безусловно, если мы говорим об Одессе А надо говорить об Одессе И о нашем регионе То у нас есть несколько сфер Которые являются приоритетными Я на первое место ставлю транспорт На второе место я ставлю сельское хозяйство Если мы говорим о нашем регионе И на третье место туризм Именно в такой очередности Говоря о транспорте Мы должны развивать Одессу Как транспортный узел Мы сегодня теряем грузопотоки Мы теряем контейнеры Мы теряем насыпной груз Почему? Потому что наши конкуренты В лице Констанции Других городов Черноморского региона И стран являются более эффективными Они более конкурентно ведут свою политику А что мы должны сделать? Было в Советском Союзе понятие Транспортный узел Потом это разорвалось И сегодня у нас железная дорога Имеет свое ведомство Порт свое ведомство Там он сдал причалы Своё ведомство Сюрвейеры, брокеры и так далее Всё разделено Мы должны всё это объединить В орган и в систему Транспортного узла Это называется морской кластер Так как это во всём мире Это такая европейская терминология Соответствующее решение Мы провели через областной совет Но, к сожалению, законодательно Но никак не подкреплено Соответствующие законы Украины Должны быть приняты И мы получим сюда грузопотоки А значит мы получим налоги Мы получим рабочие места Из ниоткуда Ничего из ниоткуда не бывает Вопросы? Пожалуйста Меня доживут, извините Ровно два года назад На Шустер Лайф Были точно такие же Такая же речь Один в один про кластеры Два года прошло Депутат облсовета стоит А почему не изменилось? Два года мало? Изменилось То есть, а что изменилось? На уровне областного света Что с транспортом изменилось? Что? Мы стали морским транспортным портом? Или у нас Ильичевский порт, извините, пошел... Безработицу Безработицу И Укртранстерминал Если бы я экспертизу не делала по Ильичевскому порту Инвестиционную экспертизу То, наверное, бы я поверила Но недавно, как в декабре Любой инвестор, который зашел Потом его инвестиция может быть изничтожена Долей государства Вы говорите о приватизации Да приватизировать в этой стране 49% в государственном предприятии Пойдет только тот, кто является частью этой власти Никто другой С другой стороны Эта власть может управлять этим, не приватизируя Назначив своего исполнителя Я не понимаю, о чем вы спорите Насчет приватизации Один в один ключ Я готова предоставить пленку Не надо ничего предоставлять Я от своих убеждений не отказываюсь Мне кажется, что это плюс То, что прошло два года И мои убеждения не на грамм не поменялись Теперь вопрос другой А что, депутат областного совета Меняет законодательство в стране? Нет На уровне областного совета Мы приняли решение Типовое положение о транспортном кластере Более того, на уровне Одесского морского торгового порта Мы это решение внедрили в жизнь Но у нас есть сегодня проблема Что любое подобное решение Если мы хотим реальных полномочий этому кластеру Чтобы люди действительно могли влиять на ситуацию Нужны законодательные механизмы Их нет И будучи депутатом областного совета Я не могу написать закон Украины Если бы я мог это сделать Я бы сегодня не шел в парламент Я уже говорил Мне нравится очень Одесса Я люблю Одессу Я не хочу из нее уезжать Я не львусь в Киев Но я понимаю, что сегодня целый ряд вопросов Мы должны решать Мы еще педалировали Извините Мы должны решать в Киеве Я считаю это важным Каждый человек должен понимать К чему идет тот или иной народный Тогда подещайте еще в ЖКХ Поскольку вы этот вопрос продвигаете с 2001 года Сейчас обозначили И сегодня идет вопрос принятия жилищного кодекса Он очень спорный Обещайте поддержать общественную инициативу Потому что в том виде, который партия регионов Выдвинула жилищный кодекс Он неприемлемый Я могу пообещать вам Чтобы не давать пустое к обещаниям Что общественная инициатива какая конкретно Поставите Я могу пообещать вам Что как народный депутат Украины Перед голосованием по жилищному кодексу И во время его рассмотрения в комитетах Мы обязательно с вами встретимся Обсудим все эти нормы и положения И то что вы предложите И то что действительно рационально Я как народный депутат буду вносить Спасибо большое Мы наверное на этом поставим большое жирное троеточие Потому что мы не можем прийти к какому-то финальному Завершенному концу Потому что еще очень много вопросов Которые требуют обсуждения И я думаю что мы не один еще эфир Посвятим обсуждению этих вопросов И представителям этого округа Мы посвятим еще особое время и место Потому что действительно очень много вопросов не раскрыто И звонков извините пожалуйста Мы не смогли взять все звонки Потому что действительно тогда бы дискуссии Не получилось в эфире нашем Поэтому я думаю мы поставим Большое жирное троеточие И у нас есть с вами возможность Встречаться по четвергам в 19.20 На телеканале общественно-независимое телевидение А сейчас я призываю всех вас После эфира Зайти в группу на фейсбуке Общественно-независимое телевидение Так и называется группа И там будет предложен вариант Проголосовать за всех сегодняшних Кандидатов-депутатов Которые были у нас в эфире И у вас будет возможность Выразить свое мнение Кто вам больше понравился Дебаты чьи были более убедительные Мы попытались дать более широкую картину И будем так давать и в следующие разы Поэтому обещаю вам Что и эти кандидаты в депутаты И другие кандидаты в депутаты От этих партий Будут в наших эфирах еще не один раз И мы продолжим нашу большую дискуссию А сейчас я от лица всех А сейчас от лица всех наших Присутствующих кандидатов в депутаты Я хотела бы поздравить С завтрашним праздником С Днем Учителя Всех тех учителей Которых очень много в городе Одессе И учителей школ И учителей вузов И воспитателей детских садов Которые уделяют массу внимания Подрастающему поколению Воспитанию детей Потому что что бы мы ни делали сейчас Но если мы не будем закладывать В образование мораль Правильного отношения к труду Мораль уважения старших Мораль того, что богатство берется Только из-за труда и предпринимательства А не из-за прокуратур, налоговых и судов И что богатым в стране должен быть тот Кто больше всего трудится И больше всего предпринимает новых бизнесов И новых проектов Если мы не заложим это в знания Наших юных подрастающего поколения детей То мы не получим новое обновленное государство Поэтому я хотела бы Чтобы все наши педагоги Завтра получили определенную долю Благодарности Внимания и любви От своих учеников От того, что они делают серьезный Действительно большой труд И большую честь для всей нашей страны Воспитывая новое поколение Развивая интеллект нации И давая всем нам возможность Иметь надежду на то Что что-то скоро Хотя бы с помощью наших детей и внуков Изменится к лучшему А мы будем встречаться с вами в 19.20 В эфире общественного независимого телевидения На телеканале ОНТ В 19.20 в следующий четверг Будьте с нами И будьте как мы До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok